Здравствуйте! В этом видео я расскажу про ручное затачивание перемычки сверла, про подтачивание перемычки. Это третье видео на моем канале про затачивание сверла. Первое видео было про угол при вершине, второе про затачивание задней поверхности. Сразу скажу, что подтачивание перемычки не обязательная операция, а желательная. На новых сверлах с заводской заточкой перемычка чаще всего не подточена. Это сверло новое с заводской заточкой. Перемычка не подточена. Подтачивание перемычки это уменьшение длины перемычки. Перемычка не режет материал, как режущие кромки. Оскоблит, выдавливает материал, заминает, мнет. Чем длиннее перемычка, тем сверло сверлит хуже, тем больше усилия подачи сверла. Труднее сверлить дрелью, особенно ручной, приходится сильно надавливать на сверло. Подтачивание перемычки улучшает сверление, уменьшает усилие подачи. Таким сверлом приятно работать. Перемычка служит также для зацентровки сверла. Но подтачивание перемычки уменьшает прочность сверла. Бывает, что при малой длине перемычки и большой осевой силе на сверло перемычка разрушается и приходится сверло перетачивать. Подтачивание перемычки делается на длине примерно 0,2 от длины режущей кромки. Например, для сверла диаметром 12 мм длина режущей кромки равна примерно 6 мм. А значит, перемычка должна быть 1,2 мм. А у этого сверла перемычка 2,6 мм, то есть в два с лишним раза больше, чем рекомендуется. Значит, лучше ее подточить. Существует много форм перемычек и способов их подтачивания. Цель одна – уменьшение длины перемычки. Подточку перемычки необходимо делать симметричной. Подтачивается со стороны канавок. На обычном шлифовальном круге прямого профиля выполнить качественную подточку перемычки на небольших сверлах сложно по следующим причинам. Во-первых, обычно на абразивных кругах ребро круга имеет большой радиус. Шарошкой круг можно исправить ненадолго. Кроме того, на крупнозернистом абразивном круге и невозможно сделать ребро малого радиуса. Во-вторых, подточка перемычки производится практически вслепую. Плохо виден результат подточки. В-третьих, некоторые виды подточки требуют высокой точности исполнения. Это можно делать только на станках или с помощью сложных приспособлений и с абразивным кругом с острым ребром. Например, такую подточку на этом абразивном круге выполнить невозможно. Покажу, как я делаю подточку перемычки сверла несколькими способами. Первое. Самый простой, но так можно делать только на больших сверлах. Делается на ребре обычного абразивного круга. Сверло располагается так, чтобы режущая кромка не касалась абразивного круга. И сошлифовывается только по задней поверхности. Переднюю поверхность не трогают. При этом в способе плохо видно место подтачивания. Приходится всё время отрываться от подтачивания и осматривать результат. Сверло располагается примерно вот так. Включаю станок. Переворачиваю. С двух сторон подточил перемычку. Второй способ. Подточка с выходом на переднюю поверхность сверла, как на этом фото. И на этом сверле с выходом на переднюю поверхность. В некоторых случаях это даже хорошо. Далеко не все сверла имеют шлифованные канавки, то есть шлифованную переднюю поверхность. А как известно, для качества режущей кромки необходимо обрабатывать обе поверхности. И переднюю, и заднюю. Но при этом передний угол уменьшается. И это надо иметь в виду. Угол наклона винтовой канавки сверла к оси равен в среднем 25 градусов. А значит и передний угол также равен примерно 25 градусов. При подтачивании перемычки этим способом с выходом на переднюю поверхность этот угол уменьшается. При этом в способе также плохо виден процесс подтачивания. Подтачивание с выходом на переднюю поверхность. С одной стороны и с другой стороны. Как я уже сказал, при этом способе плохо видно. Сам процесс подтачивания происходит вслепую. Сейчас я показал подтачивание передней поверхности по боковой стороне круга. А теперь покажу подтачивание передней поверхности по периферийной поверхности круга. Вот так вот будет. То есть периферийная поверхность круга будет подтачивать переднюю поверхность сверла. Вот так. С одной стороны. И с другой стороны. Вот так получается. То есть можно подтачивать переднюю поверхность и по периферийной поверхности круга, и на торце круга. Подтачивание перемычки с помощью УШМ. Большие сверла удобно подтачивать зачистным диском, а маленькие отрезным диском. Я использую УШМ с регулятором оборотов. Подтачиваю на маленьких оборотах. Вот так будет устанавливаться УШМ. Включаю. Вот так поточил. Теперь надо с другой стороны подточить. После подтачивания с другой стороны получилось вот так. Четвертый способ. Подтачивание с помощью вор-машинки с регулятором оборотов. Подтачивая на средних оборотах, процесс хорошо виден, как и при подтачивании с помощью УШМ. Подтачивая на средних оборотах, процесс хорошо виден, как и при подтачивании с помощью УШМ. И с другой стороны. Подтачивая на средних оборотах, процесс хорошо виден. Получается вот так. С помощью бормашинки и УШМ можно подточить перемычку вот так. Пятый способ. Подтачивание перемычки алмазным надфилем. Процесс подтачивания хорошо виден. Можно использовать надфили различного профиля в зависимости от формы подточки. Беру треугольный алмазный надфиль и вот так вот потихонечку подтачиваю перемычку. С одной стороны, потом с другой стороны. Вот так перемычка уменьшилась. Меня попросили показать, как затачиваются мелкие сверла. Затачивание мелких сверл 1-2 мм ничем не отличается от заточки больших. Только перемычка не подтачивается, потому что её нечем подтачивать. Проблема в том, что плохо видно при затачивании. Нужен хороший свет и желательно применять оптику. Беру сверло диаметром 1,5 мм. Сейчас буду затачивать 1,5 мм сверло на алмазном абразивном круге. После затачивания сразу делаю пробное сверление. Вот хорошо сверлит, всё хорошо. Это дюраль. Но если сталь, я тоже думаю, будет хорошо всё сверлить. Если сверло плохо сверлит, значит не выдержан нужный задний угол. Потому что плохо видно. И сверло приходится перетачивать. Сверлю сталь. Сверлит хорошо. Взял два одинаковых сверла диаметром 9 мм из одной партии с заводской заточкой. Перемычки не подточены. Длина перемычки 2,4 мм. Режущей кромки длина 4,6 мм. Значит длина перемычки должна быть 0,9 мм, а не 2,4 мм. С помощью бормашинки на одном сверле подточу перемычку. Перемычку подточил. Теперь на одном сверле перемычка не подточена, заводская заточка, а на этом сверле перемычка подточена. Покажу, как сверлят эти сверла. Буду сверлить сталь. Перед сверлением зацентровал. Сверлю сверлом без подточки перемычки. Сверло сверлит хорошо. Теперь буду сверлить сверлом с подточенной перемычкой. Сверло сверлит лучше, меньше усилия подачи. Видно, что подточка перемычки желательна, но не обязательно. Ещё раз повторю, что подтачивание перемычки не обязательная операция, а желательная. Но, конечно, подтачивание улучшает работу сверла. Подтачивать перемычку можно разными способами, в зависимости от того, какой имеется инструмент. Спасибо за внимание. Приглашаю на мой канал. Продолжение следует... Продолжение следует...